Добрый день! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Как спастись руководителю? Я не знаю, это руководитель задавал или подчиненный все-таки. Если руководитель, то, конечно, радостно, что руководители задаются таким вопросом. На самом деле, если вы почитаете внимательно Библию, то вы посмотрите, что все руководители и все управленческие структуры появляются у народа Божия в момент его отступления. Чем меньше человек с Богом связан напрямую, тем больше властных управленческих структур появляются судьи, появляются цари и появляются внутренние образования, которые наделяются функциями управленческими. Но раньше народом управлял Бог. И если бы Бог продолжал управлять, и не просто Бог отрекся от народа, это народ попросил царя. Это народ попросил царя. А когда царь встал, то народ возроптал и начал идти поперек не только Бога, но еще и поперек и царя. Чем заканчивается этот поход, вы можете посмотреть на примере нашей своей родной России. Так вот, у апостола Павла написано, что начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Если не хочешь бояться власти, делай добро. И начальник противящейся власти, противится установить Бога. И во всякая душа будет покорна высшим властям. И нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Вот спастись руководителю, руководитель должен понимать, что выполняя свои функции управленческие, он совершает Божие дела. Вспомните наших великих руководителей, которые управляли нами, которые собирали воедино все наше государство. Не руководствуясь этим слабым принципом, разделяя и властвуй, а собирали все. Иван Калитай, Владимир Ясносолнышко, вспомните Александра Невского, вспомните, как нашу империю собирали воедино. Как мы осваивали просторы, данные нам Богом от, простите меня, Москвы до самого Доморя, до самого Владивостока. Я думаю, что надо понимать нам, многим руководителям, что те решения, которые мы принимаем, нужно в первую очередь согласовывать своей собственной совестью, совестью как с голосом Божиим. Если эти решения не идут вразрез с ними, то значит, выполняется воля Божия. Если воля Божия была на то, чтобы быть поставленным на выполнение какой-то конкретной задачи, то задача должна быть выполнена, но с одним условием. Надо понимать, что под тобой находятся люди, а не рабы. Люди, которые тоже хотят спасения своего. И все остальное, неважно, мы должны идти ко спасению все вместе. Священники с паствой, начальники с подчиненными, отцы с детьми. И когда вот эта структура подчиненности, она вся понимает, что если дети понимают, что самый главный начальник для них, отец, он идет к Богу и ведет нас к Нему, значит, мы должны идти за Ним. Как спастись отцу? Только будучи священником в своей семье, который идет ко спасению и спасает все свое, и ведет к Богу свою паству, всю свою семью. Как спастись другим начальникам? Ну, наверное, именно так же. Выполняя дело Божие с любовью к своим людям, к делу, и в первую очередь к Богу. Помоги, Господи. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok